Сегодня они принимают слова поздравлений и пожеланий, цветы и много улыбок от ребят, которым помогают освоиться в мире знаний и школьной жизни. В День Учителя во всех образовательных учреждениях царит особенная атмосфера, не исключение и школа номер один. Одна из первых, кто в этот день получает слова благодарности за свой труд, Елизавета Сива-Железова. Девушка работает в школе не так давно, однако уже успела найти общий язык со своими подопечными второклассниками. Теперь они вместе на длительные три года. Где-то, наверное, я с ними построже, чтобы они меня слушали, но где-то я с ними, конечно, и помягче. Но я думаю, когда я с ними строже, они меня все-таки понимают, за что я их ругаю. Поэтому так мы с ними находим общий язык, дисциплину и вот, в общем, сотрудничаем. Я думаю, что успешно. Ребята о своем преподавателе отзываются хорошо, при этом отмечая, что на уроках с ней интересно и увлекательно. Однако для каждого такой урок свой. Я люблю там складывать числа, находить там кроссворды, наверное, куда-то больше к русскому языку. Ну а так мне просто нравится складывать, издать примеры, решать их. Мне очень нравится математика. Мой любимый – английский, математика и физра и музыка. Ну, потому что я люблю читать слова и учить английские слова. У меня самый любимый урок – математика, потому что я больше люблю в рабочей большой тетради, там легко. Мой любимый урок – это математика, потому что у меня мама с детства, ну, больше математика я увлекалась с детства. Мне тоже нравится складывать числа. Следующий учитель на очереди – Екатерина Кириллова. Она также, как и Елизавета Сивы-Железова, пришла в первую школу сравнительно недавно. Но уже сейчас, может сказать с уверенностью – профессия выбрана правильно. По мнению молодого педагога, с ребятами младшего возраста работать не просто легче, но и намного интереснее. Они всегда дарят преподавателю улыбки и теплоту, а также лучше идут на контакт. На самом деле, с ними просто нужно быть на одной волне. Не нужно разговаривать с ними каким-то сложным языком, сложными терминами. Просто нужно быть проще. Тогда они, естественно, тебя понимают, идут с тобой на контакт. Уроки должны происходить более в игровой форме. Где-то ты их можешь поругать, где-то ты можешь с ними пошутить. Тем временем, еще один педагог, Светлана Злобина, учитель русского языка и литературы, считает совершенно наоборот. Девушка имеет опыт работы со старшеклассниками, и для нее контактировать легче именно с ребятами постарше. Да и такое направление в работе ею было выбрано не случайно. Причиной тому учитель русского языка и литературы, который в школьные годы произвел на нее большое впечатление. Своей методикой преподавания и отношением к учащимся. Чем старше дети, тем с ними интереснее работать, потому что уже можно поговорить на какие-то серьезные темы. Они умеют анализировать, делать собственные выводы, самостоятельные рассуждения. И мне с ними намного комфортнее и интереснее обсуждать, особенно литературу. Она мне очень нравится, понятна тема объясняет. В начальной школе я не очень сильно русский понимала, а сейчас я понимаю его лучше, чем в начальной школе. Как человек, она справедливая, добрая, может даже идет на компромиссы, она отзывчивый человек. Вот так, ходишь-ходишь в школу, а потом бац и вторая смена, гласит известная цитата из советского кинофильма «Большая перемена». Но ведь согласитесь, не важно в какой смене ты учишься, главное какие преподаватели тебя окружают. А зачастую они становятся нашей семьей. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Сергей Вакула. Ахтубинск. ТВ.